Ну что, как? Ну, по-разному. Давай поговорим об этом по-разному. Блин. Что-то происходит? Ну, вот мы были недавно же на концерте. У Яны, да. Я тебя там видела. Я там пела, да. Ну, в коре. Вот. Ну, я, в принципе, слежу за путём Яны и ребят, что они делают, так как мы все рядом. Вот. И было классно заметить, что уже оно так вырисовывается в свой стиль, в свой вот этот звук. Ну, то есть какая-то почва под всем под этим есть. Ну, и я прям очень вдохновилась. Я понимаю, что я могу так же, но почему-то не делаю. Шестая наша сессия стала сессией про творчество. Мы много поработали на предыдущих пяти с тем, что сформировало Лину как личность, какие опыты, какие значимые люди, какие травмы наложили отпечаток и всё ещё стояли поперёк горла своими тяжёлыми чувствами. Дали немного места этому. Это не значит, что мы не будем к этим темам возвращаться. Но поскольку мы уделили внимание разным аспектам, похоже, появилось пространство для того, чтобы поговорить о музыке, о творчестве, о самовыражении. Потому что когда внутри что-то болит, ни о каком творчестве речи быть не может. Ну, если только мы не используем творчество как способ вылить, излить свою душу, вылить эту боль в музыку, в концерт, в какое-то произведение. У меня всё равно мало песен, я считаю, что... Ну, выпущенных. И вот тоже про разрешение. У меня есть песни, которые лежат в столе, собранные, можно их выпускать, но я не выпускаю их. Как будто бы я не до конца удовлетворена тем, что имею на данный момент. Звучание, вот это какая-то, как мне кажется, возможно, незавершённость. Правильно ли я предполагаю, что внутри тебя есть какой-то такой, не знаю, как-то прибор, который определяет, вот оно или не оно. Да. Касательно музыки других артистов, а касательно своей музыки. Что обычно, ну, то есть есть рациональная составляющая, которая может критиковать ещё что-то, а есть вот тот момент, когда... А я не могу это объяснить. А есть тот момент, когда вот оно чувствуется, что вот оно всё совпало. Да. И это прям вот точно оно, и я хочу вот так. Да. Есть ли такое ощущение относительно своих песен? Да. По-моему, красиво. Эта сессия была очень творческой. Мы разговаривали конкретно о вещах, которые мне помогут двигаться как артисту, как человеку, который знает, чего он хочет и принимает конкретные действия. Наталья приводила интересные примеры в виде метафор, и это помогало прийти к нужному ответу внутри, и как-то откладывалось легче, чтобы это можно было потом применять. Я делилась своими историями, музыкальными историями, как я делаю песни, и что в процессе мне очень нравится, а что я ещё не ощутила как проработанный момент. Вторая наша встреча с Линой прошла в обсуждении кома в горле, который вызвал творческий процесс и процесс заказа аранжировки к песне, когда не было возможности проговорить свои ожидания, и чувства, связанные с тем, что не получилось получить то, что хотелось, застряли в горле. И когда Лина принимала решение о том, что всё-таки лучше быть хорошей, лучше всё-таки как-то сгладить конфликт, чем отстоять свои интересы. И вот в шестой сессии мы нырнули в эту тему глубже, исследовали, кто такой заказчик, человек, который платит деньги профессионалу, и на что он на самом деле имеет право, и самое главное почему. Почему озвучить свою потребность ты называешь требовательностью сейчас? Творчество — это такая уникальная история. Даже когда мы заказываем уборку домой, у нас всё равно есть какие-то ожидания. И эти ожидания могут либо соответствовать, когда приедет качественный сервис, либо совсем не соответствовать. И когда мы говорим про создание чего-то трудноописуемого, когда внутри есть просто какой-то импульс, какое-то видение, какое-то ощущение, которое очень трудно вербализировать, то, конечно же, от профессионала, к которому мы обращаемся за помощью, зависит очень многое. И если он сделает работу просто для галочки, не сверяясь с нами, не сверяясь с тем, насколько то, что он делает, отражает наш импульс, то мы можем получить на выходе вещь, которая совершенно не удовлетворяет наше сердце, наш творческий импульс, наш поток, и быть разочарованными. И мы как раз с Леной исследовали, что возможно сделать для того, чтобы результат был иным. Мы подняли темы того, что я очень много в себе держу. Я принимаю иногда результаты, которые мне не нравятся просто потому, что мне трудно расстроить человека. И вот как-то всё оно начинает угасать, и желание тоже делиться этим, и сложно признаться в том, что это вот не так. Я ощущаю в этом какую-то требовательность со своей стороны, хотя потом, как оказалось, когда мы всё это обсуждали с примерами метафорическими. Давай такую метафору приведём. Не абсолютная параллель, но просто пример. Вот есть, например, спортсмены, у него была травма, и он восстанавливал, не знаю, травма колена, он восстанавливал ногу и возвращается на футбольное поле, к тренеру. Если тренер не знает, что у него есть эта травма, и если тренер знает о том, что травма была, и что спортсмену нужно разрабатывать ногу постепенно, имеет ли это значение для процесса? Да. Важно ли тренеру это знать? Важно. Почему? Ну, очевидные вещи, но давай проговорим. Почему? Почему? Потому что, если он не будет знать, он может сделать больно, ну, может ранить, наверное, сам не зная этого, что... Выжимая из него. Выжимая, да. А если к тренеру в команду приходит новый спортсмен, и тренер, например, про него ещё пока ничего не знает, но у спортсмена была травма, он лечился, но у него периодически там вылетает колено. И ему нужно определённым образом тренироваться, отличным от всех остальных игроков. Но при этом он виртуозно играет, и он очень желанен в клубе. Является ли ответственностью такого участника тренеру рассказать о том, что ему нужны другие тренировки? Конечно. Является ли это требовательностью со стороны спортсмена сообщить об этом тренеру? Не совсем идентичный пример. Да. Но понимаешь ли ты, о чём я пытаюсь сказать? Да. Как это можно переложить на твою ситуацию? Ну, что если я проговорю заранее, что у меня есть вот такие пунктики, это облегчит работу. Весь процесс, и все будут счастливы, наверное. Я, которая хочет такой подход, и тот, кто может, хочет со мной работать, и будет вот знать, что вот таким способом идеально будет. По-другому на это смотришь тоже. Спроецировала это на свою жизнь. Как я могу требовать от человека то, что я не проговорила? И быть, наверное, как-то обиженным, что тебя как-то по-особому не понимают. Как я могу, если я изначально не попросила об этом отношении? Поговорить, объяснить всё, что должен знать человек, который приступает к работе. Я понимала, что так выглядит только в моей голове. И я сама беру ответственность за эмоции другого человека, за то, как он воспримет моё отношение к работе. То есть есть техническая сторона, где песня «Случилась магия или нет?», а есть история про уязвимость. Вот в терапии мы работаем с уязвимостью, конечно же, в первую очередь, но параллельно мы можем смотреть, а какая формула должна быть, чтобы мэджик тоже случился. Чётче и бережнее, наверное, формулировать условия и вообще понимать, способен ли человек осуществить эту задумку. Давай мы сделаем тебе такое домашнее задание. Напиши техническое задание. Вот звучит очень, как это, душно, но опиши всё, что ты хочешь, вот как тебе нужно, чтобы был процесс создания песни. Может быть, это будет два пункта. Я присутствую. Это со мной, и мы ориентируемся на мои ощущения. Может быть, это будет там три пункта. Ты пишешь, что мне нужно, чтобы мы были в постоянном диалоге, чтобы там, не знаю, ты мне отвечал, как минимум через день. Не было пауз на неделю, например. Проанализируй свой опыт, который тебе не понравился. Он у тебя есть, это супер, он ценный. И вот на базе него сформулируй, как тебе надо. К следующей нашей встрече, хорошо? Мне очень помогает эта работа оставить всё на свои места. В конце нашей сессии я получила некоторые домашние задания, которые я сделала. Очень много прояснилось. Очень много улеглось тревожного. И вообще процесс пошёл как-то иначе. Мне не нужно принимать то, что не откликаться мне. Если оно мне не нравится, значит, оно не подходит. И мы просто ищем что-то новое. Я не тот человек, который говорит, как надо, что надо делать, почему. Я помогаю клиенту исследовать его внутренний мир, обнаружить, почему там устроено всё тем или иным способом. И, исходя из этого, принимать какие-то решения о тех новых шагах, которые он будет совершать в пользу своих же интересов. Понятно, что гораздо проще сказать, так, тебе надо с заказчиком вести себя таким-то образом, потому что, и аргументировать. И, конечно же, я могу это сделать. Но это не даст то чувство опоры, уверенности и взрослости внутри, не сформирует эту взрослость. Потому что она формируется с человеком самостоятельно. И вот ювелирность работы, она, в общем, в том числе и в этом заключается. Что я помогаю человеку вырастить самому себя. Начать доверять себе, следовать своим импульсам, отстаивать свои интересы в окружающем мире. Увидеть, что отстаивать свои интересы — это нормально. Что все так делают. Просто кто-то делает это жёстче, кто-то делает это мягче. И не отдавать вот эту территорию своих интересов на откуп другим людям. Увидеть, почему это происходит. Потому что, когда мы растём в определённой среде, мы по-другому не умеем. У нас не формируется другая стратегия поведения. Нам безопаснее не брать ничего, отдать, и только бы не трогали, и просто отпустили жить свою жизнь. Но когда ты уже выходишь из семьи и идёшь в свою жизнь, то эти стратегии, которые сработали там, в жизни с другими людьми, они неэффективны. Но они продолжают автоматически работать. И вот помочь человеку отделить одно от другого, увидеть, как он устроен, быть проводником его на пути к обретению свободы, к обретению себя, к обретению целостности. Вот это вот такая большая-большая задачка. Отдача от которой нелинейна, конечно, и результаты, которые не видны. Вот от сессии к сессии мы отработали такое-то упражнение по вокалу, и вот увидели результат. Или там будешь делать каждый день вот это упражнение, будет у тебя результат. Нет, психотерапия так не работает. Мы имеем дело с очень-очень-очень тонкой материей, с психикой. И, конечно, здесь нужен ювелирный подход и взаимный интерес и психотерапевта, и клиента к внутреннему миру клиента. Потому что на этом топливе достигается очень многое.